Цветков Андрей Викторович, эксперт РКФ по рабочим качествам, фигурант. Сейчас происходит такой тренинг-семинар по защитному разделу ИГП. ИГП – это международный норматив испытаний пользовательских собак. Он включает три раздела – послушание, защитный раздел и следовую работу. Сейчас происходит именно тренинг по защите, по защитному разделу. Вообще, изначально это шуцхунда – защитная собака. Потом появилась международная вариация этого шуцхунда. Стала называться ИПО – международный порядок испытаний. Сейчас опять изменили название. ИГП – это международные испытания пользовательских собак. У всех разные задачи, в принципе. Кто-то готовится к испытаниям. Есть испытания в рамках Российской Кемиологической Федерации. Кто-то готовится к чемпионатам уже. У нас чемпионаты мира проходят. Они не только в России. Это международный норматив. Традиционно-служебные собаки, которые приняты – это овчарки, ротвеллеры, резиншнауцеры, доберманы, малинуа, хваварты. Но сейчас есть породы, которые, как сказать, топовые в спорте. Это малинуа и немецкая овчарка. Но другие породы, например, у моей супруги резиншнауцер, очень хорошие результаты показывают. Просто их гораздо меньше сейчас спортсмены используют. Фигурант – это человек-помощник в защитном разделе. Он работает в рукаве, в защитном снаряжении. И обучает собаку работать в защите, кусать, отпускать по команде. Вообще задача защитного раздела – это не только кусать фигуранта, а показывать навыки управления под нагрузкой. То есть, когда есть сильный раздражитель, то есть собака хочет укусить фигуранта, то есть она должна быть управляема, то есть она должна переходить в состояние послушания. Если вы занимаетесь как фитнесом, то да, вы можете когда угодно начать, наверное, с собакой заниматься. Если вы готовитесь к спорту, к серьезному, к соревнованиям, то тренинг начинается где-то с 3-4 месяцев сразу, как щенок появляется в доме. То есть с ним начинают работать по всем трем разделам. Это и защитный раздел, и послушание, и след. И защитный раздел, понятно, что он сообразно возрасту. То есть собаки не включаются, инстинкты связаны с агрессией. То есть она работает в добыче, то есть пытается схватить, догнать ее, учат вот этим вещам. Еще маленький щенок, он учится уже делать правильную хватку, правильно пользоваться своими зубами. Слушайте, это вообще спорт очень такой демократичный. То есть вот у нас, конечно, меньше, но тоже у нас люди возрастные выступают. А в Европе там часто люди за 70 лет выходят и побеждают, собственно говоря, на этих стартах. Но это чем-то схоже, кстати, с конным спортом в каких-то вещах. Что, ну, то есть люди, что неважно, там, мужчина, женщина по большому счету, что возраст, ну, так, по стоку-по скоку играет роль. Да, то есть можно долго выступать. Это все-таки не так, как, там, в экробатике, там, в каких-то таких вот вещах. Все, что связано с взаимодействием с животным, ну, можно найти, как бы, всегда возможность достаточно долго поддерживать свою спортивную карьеру.